Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Бывают ли недорогие в содержании и некапризные BMW? Говорят, что BMW X3 2-го поколения – именно такой автомобиль. Действительно ли это лучший выбор? Давайте разбираться. Итак, встречаем BMW X3 2-го поколения. X3 – это максимально универсальный BMW во всем модельном ряду. Он просторный, высокий и вроде бы не сильно страшно и дорого ломается. Ещё эту модель покупают люди спокойные, ездят бережно и не балуются всякими чипами моторов. Поэтому и выбирать X3 проще. Доля упиленных экземпляров мала. Болячек у этого кроссовера не так уж и много. О всех слабых местах мы вам расскажем в этом видео. Ну и важное объявление. Прямо сейчас вот этот автомобиль продаётся. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Итак, поехали! BMW X3 2-го поколения выпускался с лета 2009 года по август 2017 года. Во второй половине 2014 года произошёл рестайлинг. Интересно, что добавление новых моторов и изменение внешности проходило не параллельно. Разве что новый 4-цилиндровый турбодизель появился вместе с обновлённым кузовом. Кстати, о кузове. Коррозийная стойкость классная. Однако обилие реагентов и солёные зимы всё-таки приводят к коррозии. Экземпляры, которые проехали примерно 10 лет в таких условиях, обязательно похвастаются трухлявой коррозией. То есть ржавеет днище, ржавеют пороги, ржавеют подрамники, и появляется коррозия в укромных местах над задним подрамником. И металл в колёсных арках, кстати, ржавеет медленно. В общем, всю изнаночную сторону кузова стоит обработать хорошим антикором, который не маскирует ржавчину, а именно останавливает её. А вот на кузове вспучивание краски в первую очередь появляется вдоль нижнего края заднего стекла двери багажника. Передние фары быстро затираются дорожным абразивом. В рестайлинговой прищуренной оптике иногда перегорают светодиоды ангельских глазок. Некоторые мастерские ремонтируют такие фары, то есть меняют перегоревшие светодиоды. У нас, кстати, машина дорестайлинговая. Если BMW X3 оснащен светодиодными или ксенонными фарами, то в задних фонарях будут светодиодные габариты, которые однажды перестанут светить из-за дефекта светодиодного драйвера, то есть управляющей платы. Отходит пайка резистора. Так вот, ножки резистора можно пропаять, либо же купить неоригинальный драйвер, который будет ещё лучше, чем оригинальный. Со временем у BMW X3 рассыхается уплотнение под задним стоп-сигналом из двухстороннего скотча. Из-за этого после мойки либо же после сильного дождя вода попадает на шторку багажника, либо же на пол багажника, либо же и туда, и туда. Проблема решается просто. Надо вынуть этот стоп-сигнал, избавиться от старого уплотнителя и наклеить новый. Ну а теперь мы вам расскажем о проблемах, которые вас могут ждать в салоне этого BMW, который, кстати, продается. Добро пожаловать! Иногда случается так, что в режиме драйв при остановке постоянно раздается гонг, то есть звоночек. Ещё на панели прибора появляется сообщение, что включён драйв. Вместе с этим не полностью работает подсветка селектора КПП. В этом случае придётся менять селектор КПП на бэушный. Проблема именно в нём. Новый селектор очень дорогой. Позвоните в «АвтоСтронг». Часто на этих машинах отстаёт крышка бардачка. То есть в закрытом положении с левой стороны крышка бардачка начинает оттопыриваться. Её придётся снять, добавить клея между оттопыренной обшивкой и её основной. Сжать струбцинами на сутки. Никаких клипс там нет, помогает только клей. Внутренние рукоятки передних дверей разные. С водительской стороны выемка вкладыш. А на штурманской двери полноценная рукоятка. Со временем они обе превращаются в нечто ужасное. С водителями ручки облазит покрытие. Потом она даже трескается. Штурманская рукоятка начинает выглядеть так, как будто её грызли мыши. Что с этим делать? Детали на замену продаются в Китае. Но также есть ещё и бэушные детали. Ну а в целом салон BMW X3 второго поколения строгий, консервативный и качественный. В общем, поклонникам BMW понравится. Ну и последнее. Иногда стеклоподъёмники передних дверей начинают скрипеть. А всё это происходит из-за того, что ролики стеклоподъёмников находятся снизу. И на них попадает вода, которая стекает внутри дверей. В общем, чтобы решить эту проблему, надо снять дверные карты и смазать эти ролики. И тогда скрип исчезает. Ну а теперь о двигателях. Большинство BMW X3 второго поколения были проданы с двухлитровым турбодизелем. До 2014 года это был мотор N47. Цепи привода ГРМ этого двигателя служат примерно 200 000 км. Когда растягиваются, то начинают отчётливо шуметь и лязгать. Раз в 100 000 км придётся поменять трубку системы ВКГ. Она проложена от клапанной крышки вперёд и вниз к впускному. Патрубку сильно потеет маслом, а потом лопается. Оригинал обойдётся в 50 долларов или более 100, если она будет оснащена подогревателем. У двухлитровой дизельной четвёрки возможен износ шестерён в актуаторе турбонагнетателя. Актуатор можно перебрать, заменить вот эти шестерни в сервоприводе. Эти детали продаются отдельно. А вот новый актуатор отдельно не продаётся совсем. Вихревые заслонки мотора N47 можно поменять отдельно, так как они идут в отдельной рамке. Оригинальная деталь стоит 70 долларов. Далее. Раз в 100 000 км придётся поменять уплотительные кольца патрубков до и после интеркулера. Демпферный шкив коленвала на этом двигателе служит примерно 150 000 км. Новый оригинальный стоит 600 долларов, заменители до 200. Но и служат они гораздо дольше. В общем, это вот всё дежурные мелочи, которые присущи практически любому турбодизелю BMW. При пробеге в 200 000 км стоит заменить медные уплотнительные кольца под форсунками. А если вокруг форсунок обнаружится солярка, то надо заменить резиновые уплотнительные колечки трубопроводов от рампы к форсункам. В целом, двигатель N47 довольно-таки долговечный и беспокоит только по мелочам и то раз в сотни тысяч километров. Не любит очень сильно некачественного масла, неправильного антифриза и неквалифицированного обслуживания. Отплатить за всё это может проворотом коренных вкладышей. В общем, у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя N47. Те, кто ещё не подписан, обязательно подпишитесь. Идём далее. Дизельный двигатель N57. Долгие годы рада владельцев BMW X3, но затем начал часто болеть проворачиванием коренных вкладышей. Это в основном касается битурбированных версий. Это версия X-Drive 35D для BMW X3. Большинство специалистов сходятся во мнении, что легкосплавный блок цилиндров слабоват и из-за повышенных нагрузок происходит деформация постели коленвала. То есть опоры коленвала перестают быть соосными, что моментально приводит к ускоренному износу коренных вкладышей. Если мотор N57 провернул коренные вкладыши, но не заклинил и не пробил блок цилиндров каким-нибудь из шатунов, то есть мастерские, в которых можно восстановить соосность опор коленвала. И проверять геометрию самого коленвала просто необходимо, так как он тоже деформируется, особенно после заклинивания. Кстати, по заводу для мотора N57 предусмотрено два ремонтных размера оригинальных вкладышей. Добавим, что при откручивании бугелей коленвала обнаруживаются следы их трения, а постель коленвала, то есть следы, будут вокруг отверстий под болты, притягивающие бугеля к постели. При пробеге в 300 тысяч километров случается износ центрального вкладыша коленвала. Он совмещен с упорными кольцами. Так вот, в нем просверлено отверстие для подачи масла 5 мм, в то время как у других вкладышей 6 мм. В общем, это выходит боком при больших пробегах. Ему просто не хватает смазки. К сожалению, многовато случаев проворачивания коренных вкладышей у классных турбодизелей N57. Если провернет вкладыш, который соседствует с сальником коленвала, то его расплющенные останки прорежут брешь в этом сальнике и следом вытечет масло. Вихревые заслонки двигателя N57 для X3-го встроены во впускной коллектор, то есть отдельно не меняются. Впускной коллектор оригинальный стоит $2000, но хорошо, что есть заменители от $200 до $500, то есть полностью комплектные неоригинальные впускные коллекторы. Вообще, мотор N57 довольно активно засоряет впуск мастика из сажи из EGR и паров масла. Поэтому, если не хотите столкнуться с заменой впускного коллектора или с вырезанием вихревых заслонок, то стоит раз в 100-150 тысяч километров снимать впуск и чистить его. В цепи привода ГРМ ходят примерно 250 тысяч километров. Демпферный шкив коленвала для двигателя N57 для версий 30D и 35D разный. Оригинал стоит примерно $1000, заменители от $200 до $700. Но говорят, что только оригинальный демпферный шкив способен пройти около 150 тысяч километров. В июне 2013 года дизельную турбочетверку N47 заменили на другой двигатель B47. Этот мотор не создан с чистого листа, а является модернизацией мотора N47. Он резвее, но сделан под более строгие экологические нормы. То есть, по сути, система EGR стала более производительной, а прошивка написана под, опять же, более строгие экологические нормы. Заслонки впускного коллектора встроены во впускной коллектор двигателя B47. Ремкомплекта пока нет, но есть уже варианты неоригинального впускного коллектора для этого мотора. По сути, стоит ждать со временем тех же проблем, что были у двигателя N47. В августе 2011 года на BMW X3 второго поколения появился новый двигатель турбобензиновая четверка N20. Поначалу этот двигатель доставлял очень много хлопот из-за цепей ГРМ и из-за цепи маслонасоса. Они растягивались. Если по каким-то причинам не заменили цепь маслонасоса, то она обрывалась и все заканчивалось масляным голоданием. Цепи ГРМ на этом моторе нуждаются в замене каждые 100 тысяч километров. Но при трассовой эксплуатации и более интенсивных нагрузках эти цепи выхаживали 200 тысяч километров и затем начинали шуршать, греметь и шуметь. Ремкомплект цепи маслонасоса продается по цене от 50 до 250 долларов. Наибольшая цена, как обычно, за оригинал. Кстати, цепь маслонасоса поздних ревизий имеет внутренние утолщенные звенья. Цепь привода ГРМ стоит от 20 до 80 долларов и не продается удобным ремкомплектом. Отдельно придется покупать комплект направляющих – это около 140 долларов по оригиналу, плюс натяжитель за 80 и звездочка коленвала за 50. Для всего этого есть заменители. Один производитель не оригинала предлагает полный ремкомплект со всеми названными позициями за 140 долларов. При этом придется поменять десятка-два позиции. Это разнообразные уплотнители, винты от поддона до клапанной крышки, которые придется снять для замены цепи ГРМ. На работу уйдет около 7 часов. Еще раз в 100 тысяч километров придется поменять прокладки теплообменника, клапанной крышки, вакуумного насоса. Также придется поменять запотевшую маслом трубку системы ВКГ, а также придется поменять еще лопнувшую мембрану клапанной крышки. Именно из-за нее появляется жор масла и дымление. Клапанная крышка продается отдельно. Также мембрана производится сторонними производителями и можно ее установить отдельно. Предложений очень много, потому что комплектная клапанная крышка стоит $340. Еще у мотора N20 может трещать и вызывать ошибки. Муфта ВАНУС впуск нового распредвала. Оригинальная крышка стоит $500. Приличный аналог $400. Самые дешевые варианты по сотке. Еще у мотора N20 может зазвенеть калитка, то есть перепускной клапан в горячей части турбины. Но одноразовый качественный ремонт надолго решает эту проблему. Также не забываем про помпу. Она электрическая и после нескольких улучшений служит долго, то есть более 200 тысяч километров. Оригинальная крышка стоит $500. Хороший неоригинал 350. Ну и главное, что нужно знать про двигатель N20 – это то, что его нужно эксплуатировать в непосредственной близости квалифицированного сервиса BMW, а также качественных запчастей. Многие считают двигатель N20 очень достойным. Ну а теперь поговорим о бензиновых шестерках. BMW X3 второго поколения выпускалась с рядной шестеркой недолго до марта 2012 года. Этот двигатель заменяли в течение шести месяцев на мотор N20. Так вот, с двигателем N52 последней ревизией все непросто. Они без труда пробегают 200 тысяч километров, если владельцы знают и понимают, с чем имеют дело. А именно, в этом двигателе масло надо менять каждые 7500 километров. Если этого не делать, то проблемы начинают лететь отовсюду, начиная с текущего по всем прокладкам масла, заканчивая проблемами с валами Велфтроник, стуком выпускного распредвала в изношенной постели, отвалившимися заслонками диса и, кстати, тут две штуки, и прочими неприятностями. Да, есть немало случаев, когда двигатели N52 проезжают полмиллиона километров и продолжают нормально ездить. Но надо брать во внимание то, что эти экземпляры обслуживаются правильно. Самая мощная версия BMW X3 второго поколения появилась в 2011 модельном году. Под ее капотом двигатель N55. Можно сказать, что это старший брат двигателя N20. По сути, у самого мощного двигателя в 306 лошадиных сил проблем даже меньше, то есть он менее капризный, чем атмосферный N57. Но принципы общения с ним такие же. То есть почаще надо менять масло, при каждой замене масла надо осматривать его и читать коды неисправностей. Да, этот двигатель не развалится, но не потерпит некачественного обслуживания. Все версии BMW X3 второго поколения оснащались автоматом ZF8HP. Время показало, что это очень надежная трансмиссия, которая без проблем может пройти более 300 тысяч километров. И ремонтируется относительно недорого, если вовремя поехать на ремонт при первых же пинках. Оригинальное масло для этой трансмиссии стоит примерно 50-70 долларов. Хорошие аналоги – 12 долларов за литр. Фильтр встроен в поддон. Так вот такой фильтр поддон стоит от 40 до 200 долларов. Менять масло надо каждые 50 тысяч километров. Можно в два раза чаще, но тогда фильтр поддон надо менять раз в две замены. Также при пробеге 80-100 тысяч километров надо поменять еще втулку электроразъема, чтобы предупредить течь масла по ней. Напоминаем, что эта машинка в данный момент продается. Ссылочку мы прикрепили в описании к этому ролику. Также напоминаем вам, что в «АвтоСтронг» помимо отличных БУ запчастей. Есть еще абсолютно новые, так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджерах, пишите в соцсетях и заходите на наши сайты. Будем ждать. Еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен отличный байк обязательно в «МотоСтронг». Ссылочка тоже будет в описании. Сейчас мы едем на СТО, чтобы подробно рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. BMW X3 второго поколения, оснащалась раздатками до рестайлинга ATC-450, а после рестайлинга ATC-45L. Так вот, раздатки взаимозаменяемые. Но чтобы дорестайлинговая машина адекватно работала с новой раздаткой, надо поменять блок ICM и все это соединить и подружить с помощью фирменного сканера. Раздатка ATC-450 – самая ненадежная. Фрикционный барабан раздатки ATC-450 рано или поздно изнашивается, так как маслонасоса в ней нет. А масло на фрикционный подаётся разбрызгиванием. В результате появляются рывки и подёргивание во время ускорений. Потом перестаёт включаться привод на переднюю ось. Либо же при поворотах машина как бы будет упираться в невидимое препятствие, практически не будет ехать из-за того, что привод на переднюю ось не будет отключаться, чтобы продлить жизнь. Раздатки ATC-450 надо хотя бы раз в 50 тысяч менять в ней масло. Литр оригинального масла стоит $70. Этого хватит для замены. Не оригинал стоит раза в три дешевле. Замена масла производится его откачкой шприцем с длинным шлангом. Самые искушённые фанаты BMW. При замене масла приспускают раздатку, снимают опору трансмиссии. Тогда масло стекает ближе к её задней части. Износ раздатки ATC-450 – это вообще вопрос времени. Она долго служит только при трассовой эксплуатации, то есть когда передний привод не подключается. Такие раздатки на разборках стоят примерно 300-500 долларов, но в них уже может быть большой износ. Продаются также от капитальной раздатки взамен старой. А раздатка ATC-45L служит дольше. В ней уже встроен шестерёнчатый насос, который обеспечивает более активную смазку пакета сцепления, который подключает переднюю ось. Она тоже нуждается в замене масла. Хотя сливной пробки нет, и производитель утверждает, что масло залито на весь срок службы. Со временем на BMW X3 второго поколения начинают потеть маслом, а затем и течь сальники заднего редуктора, переднего редуктора и раздатки. В переднем и заднем редукторе используется масло с разным допуском G2 и G1 соответственно на замену 0,5 литра и 1,5 литра. Оригинальное масло дорогое, но его всё равно стоит менять каждые 75 тысяч километров. Передний кардан имеет очень короткую шлицевую часть. Длина шлицов кардана – 1,5 сантиметра. А вот длина шлицов в раздатке – 5 сантиметров. И всё это приводит к тому, что шлицы переднего кардана изнашиваются, вплоть до появления люфта и биений. И всё это закончится тем, что кардан либо провернётся, либо же срывом кардана с пробитием поддона. С этим конструктивным недостатком справляются специализированные мастерские по ремонту карданов. Они удлиняют шлицы кардана, что делает соединение с раздаткой крепким и неразлучным. Справа на раздатке есть провод массы, который соединяет раздатку и днище. Так вот, он проходит под опорой трансмиссии и скрыт тепловым экраном. Из-за обилия реагентов в наших условиях этот провод корродирует и ломается. И в этом случае машина будет не запускаться, то есть придётся ехать на СТО на эвакуаторе. Не обязательно покупать ничем не защищённый оригинальный провод. Проще смастерить самому изолированный. Рулевая рейка на BMW X3 в этом кузове считается слабенькой. Она начинает стучать из-за износа двух нижних подшипников рулевого вала. То есть стук появляется непосредственно в зубьях рейки в месте соединения с червячным валом. Сначала изнашивается средний игольчатый подшипник, потом нижний роликовый. Есть ещё и верхний игольчатый подшипник, который изнашивается из-за попадания в него влаги через изношенный сальник. Кстати, данная рулевая рейка может застучать после работ, которые проводятся по передней подвеске из-за радиальных нагрузок на вал. Грубо говоря, надо отпускать рулевые тяги, чтобы они не передавали неправильных нагрузок на рулевую рейку. У неё меньшая площадь опор по сравнению с любой другой гидравлической рулевой рейкой. Что касается ремонта, то подшипники и сальник можно заменить. Лучше это всё сделать заранее и вместе, особенно если есть вопросы по поводу геометричности сальника. Потому что если грязь и влага попадут на вал рейки, это вызовет коррозию. Тогда придётся точить вал, даже шлифовать, а не просто менять подшипники. Передняя подвеска BMW X3 второго поколения – это стойки McPherson с раздельным нижним рычагом. Нельзя сказать, что эта подвеска ненадёжная, но первые замены сайлентблоков, а также амортизаторов с опорными подшипниками приходились уже на пробег в 100 тысяч километров. Сайлентблоки нижних рычагов стоят до 50 долларов по оригиналу, а заменители стоят до 20 долларов. Шаровую опору переднего рычага можно купить отдельно от 30 до 70 за оригинал. Оригинальные пассивные передние амортизаторы стоят по 300 долларов. Хорошие аналоги вдвое дешевле. Электронно-управляемые амортизаторы обойдутся в сумму до 800 долларов. Есть несколько очень дешёвых заменителей в четыре раза дешевле. Передние опорные подшипники обойдутся от 40 до 150 долларов. Передние ступичные подшипники – от 70 до 300. Задняя подвеска в среднем выхаживает до 200 тысяч километров. Каждое из колёс качается на пяти рычагах. Кстати, многие сайлентблоки можно купить отдельно. Плавающий сайлентблок, который соединяет ЦАПФу с самым крупным рычагом, как правило, выходит из строя первым и начинает скрипеть. Он стоит от 20 до 55 долларов. Нижний передний сайлентблок ЦАПФы и самый верхний стоит до 25 и 35 долларов соответственно. Рычаги стоят от 100 до $250 по оригиналу. У них у всех есть аналоги. Также продаются неоригинальные сайлентблоки. Задние ступичные подшипники стоят от 50 до 100 долларов. Ещё несколько сырых зим с обилием реагентов приводят к серьёзной коррозии нижних витков задних пружин. По весне эти поражённые участки просто отваливаются. Оригинальные пружины стоят 250 долларов, а заменители по 100. И ещё у BMW X3 аккумулятор находится в багажнике. Силовой провод от плюсовой клеммы раздваивается и уходит вниз по днище. Тянется вперёд в моторный отсек. Силовая часть провода выходит наружу через клемму с винтом и гайкой. Они помещены в изолирующую втулку. Проблема в том, что это резьбовое соединение подвержено коррозии, которая разъедает и его, и клеммы с обеих сторон от соединения. Иногда эта клемма отваливается со стороны багажника и повезёт, если она не коснётся кузова, не начнёт коротить и даже загораться. В общем, за этой клеммой нужно следить. Надо её зачистить и законсервировать с двух сторон, либо же поменять это соединение на новое. На рестайлингах X3 провод проложен иначе. Он входит в кузов через отверстие и защищён трубой. Но соединительная клемма между длинным наружным проводом и внутренним коротким до АКБ присутствует. Она прикручена к полу багажника рядом с АКБ. Но это место всё равно стоит защищать от коррозии, потому что туда может попасть влага. Ну что, и то же. BMW X3 второго поколения – это удачный автомобиль, не самый капризный представитель марки BMW. Тут всё стандартно. Прокладки и сальники текут, машина требует квалифицированного обслуживания и качественных дорогих запчастей. Ну, откровенно обидно за раздатку, и подвеска могла бы быть и повыносливее. Ну, а в остальном BMW X3 второго поколения намного менее проблемная машина, чем BMW X5 тех же годов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, если будет, компания «АвтоСтронг».